Слава Богу! И в общем-то темой избрал я вот этих первых программ, именно реформацию православной церкви и всего христианства, и посвятил истории реформации и современным таким этапам реформации и будущему реформации. То, что согласно Слову Божьему должно произойти в ближайшее время, в наше время, я считаю, что в последнее время, согласно Божьему Слову. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я рад всех вас приветствовать, и я прошу также прощения за то, что в субботу, предстоящую 24 марта, я по техническим причинам не смогу быть в прямом эфире, но отец Олег Плаксин, это один из священников нашей Киевской архиепископии, он, надеюсь, будет как раз подключен, и он будет иметь возможность также поделиться Словом Божьим. И это один из таких передовых священников нашей архиепископии, и, в общем-то, я буду очень рад, если он будет отвечать также на ваши вопросы. Вы можете прислать вопросы на e-mail, адрес электронной почты alifechurch.inbox.ru В общем-то, вся информация о нашей церкви более подробная, и о наших священниках, также координаты отца Олега Плаксина и других наших священников, которые, я думаю, также будут принимать участие в этих замечательных программах в прямом эфире на христианском интернете телевидения. Вы можете обнаружить также на нашем сайте alifechurch.info, на сайте Украинской реформаторской православной церкви. И в шапке наверху, на нашем сайте, есть такая информация, называется «Церкви миссии служения». Вот сейчас я смотрю как раз на эту страничку «Церкви миссии служения». И здесь священнослужители нашей церкви есть координаты телефоны, имейлы. Слава Богу! Да, дорогие друзья, и сегодняшняя программа, я уезжаю буквально сразу после вот этого эфира, я даже не смогу быть до конца этого эфира. Я уезжаю в Украину, я сейчас нахожусь в России, но еду в Украину, в Крым непосредственно. Буду в Крыму с отцом Юрием Провкиным, надеюсь, он меня сейчас тоже смотрит, обещался тоже подключиться. Отец Юрий, если смотрите меня, привет вам. И всем нашим братьям, сестрам, всем, кто подключился, а также христианам всех динаминаций, конфессий, разных юрисдикций, разных динаминаций, что подключились сейчас к этой программе. Так вот, друзья мои, братья и сестры, я в этой поездке буду в Крыму, как я сказал, да, потом буду в Одессе. 25 марта, в воскресенье, буду проповедовать в Одесской народной церкви, а также буду проводить на базе этой церкви, буду проводить семинар такой, семинар о традициях, хороших, плохих традициях. И, в общем-то, я думаю, что будет очень насыщенный семинар из истории христианства, будет много полезного для не только одесских христиан, но и для вообще христиан других городов и сел Украины и России. И, знаете ли, друзья, я планирую также сделать запись вот этих семинаров, этого семинара в Одессе и потом семинара уже в Николаеве, потому что в Николаеве буду проводить богослужение, буду проводить с 1 по 15 апреля, буду в Николаеве полмесяца, это большой срок, конечно, двухнедельный большой семинар грандиозный и богослужение. Дорогие друзья, чем бы хотел поделиться сегодня в этой программе, часовой такой программе, сегодня 22 число, вчера я проповедовал в городе Туле, вчера проповедовал в церкви краеугольный камень, это было замечательное служение, я сейчас нахожусь в Туле, кстати, и вам большой привет всем с этого города, известного своими пряниками, самоварами, Львом Николаевичем Толстым и также известным своим оружейным заводом. И здесь, как мы вчера молились, пусть Господь кует духовное оружие на разрушение дел дьявола, для того, чтобы проставился Сын Человеческий Иисус Христос, слава Богу. Так вот, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, в Николаеве будет семинар и также будет рукоположение новых священнослужителей, новых священников нашей архиепископии, и я надеюсь, что это будет очень таким, ну, историческим даже семинаром, потому как многие темы, которые я уже поднимал в прошлых программах, если вы слышали, если вы подсоединялись, если вы уже смотрели, вот, в прошлые, допустим, три эти программы, или одну из них, из прошлых трех программ, то вы, наверное, представляете себе, значит, вот такой направленность именно реформации православной церкви. Я говорил о многих проблемах современного православия, которые, конечно, не сегодня начались, они начались уже в глубокой древности, многим из этих проблем, названных мной в прошлых программах, уже по тысячи лет, по полторы тысячи лет, поэтому, как бы, не сегодня это все начиналось, и не так-то быстро от всего этого получится нам избавиться, но с Божьей помощью, думаю, мы прорвемся, с Божьей помощью совершится дело великого обновления христианства, и, я думаю, реформация православной церкви в деле, вот, в реформации мирового христианства всего занимает не последнюю роль, слава Богу. И реформация, как я говорил в прошлых программах, это не выдумывание чего-то нового, реформация это не, знаете ли, изобретение чего-то нового, это возвращение к хорошо забытому старому, это возвращение к основаниям, это восстановление разрушенного, это восстановление того, изначально данного нам самим Богом, от чего, к сожалению, нам свойственно людям отходить. И нам свойственно людям именно суетиться порой и, в общем-то, привносить много такого человеческого, порой даже и демонического даже, друзья. Вот я, значит, получаю сообщение, я думаю, что на мой имейл-адрес уже пришли сообщения некоторые, ну, в общем-то, просьба повторить то, о чем я говорил в прошлых программах. Для вас хорошая новость, я не смогу повторять, конечно же, многое из того, что я говорил, но для вас хорошая новость, надеюсь, что на семинаре в городе Николаеве, который будет записан, вот то, о чем я говорил в прошлых программах, это будет, конечно, более даже детально разъяснено, более подробно пояснено, и поэтому я думаю, что вам есть смысл немного набораться терпения и вскоре просто посмотреть в записи на Ютубе, моя страничка называется «Бишоп Журавлев», одним словом, «Бишоп Журавлев», «Епископ Журавлев». И вы можете посмотреть там многие записи, в том числе, даже, кстати, уже и запись вчерашнего богослужения, именно фрагмента моей проповеди, не фрагмента, а всей моей проповеди запись. Это есть также уже на Ютубе. И знаете, что, друзья, тема, кстати, вот моя, вчерашняя, моей проповеди, это была Пасха. Пасха, предстоящая Пасха, предстоящий праздник Песах. Праздник Пасха в этом году, он, ну, как и во все годы, в принципе, по календарю нашему, по которому мы живем, солнечному календарю, он в разные дни попадает, и, как бы, есть по этому Пасхали определенное время, вычисление праздника Пасхи. Вот, но по библейскому календарю, в общем-то, это все совершается в один день, из года в год, из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие. Это 14-е Ниссана по улунному календарю, как Господь, в общем-то, в Библии это все нам открывает. И сзади меня опять этот фон, вы видите еврейский флаг, израильский флаг, потому как в прошлых программах я уже говорил о том, что следует покаяться, церковь покаяться в антисемитизме и пересмотреть корни свои, основания свои, и осознать свои библейские и еврейские корни. Это очень интересный процесс. Мессианская церковь восстанавливается на самом деле. И я думаю, что в православии мессианское служение, мессианское видение, мессианское понимание будет занимать не последнюю вообще роль в реформации. Кстати, когда братья наши, вот, сестры, католические, западноевропейские католики, братья наши, они начинали покаяние в антисемитизме, это позволило Духу Святому очень мощно излиться и обновить многих христиан, кардиналов, епископов, священников, переживали люди возрождение, покаяние, слава Богу. Так вот, дорогие друзья, я думаю, что и покаяние в православной церкви, также и в антисемитизме покаяние, покаяние в других грехах исторических наших, позволят Духу Святому просто излиться, и я думаю, мы переживем православную, такую новую пятидесятницу, которая нам так необходима, слава Богу. Да, друзья мои, и, как я уже говорил выше, реформация – это не выдумывание чего-то нового, это возвращение к основаниям, возвращение к корням, к традициям, именно Богом самим данным, и отказ порой от наших таких, порой близких нам, очень таких дорогих нам человеческих, исторических, культурных традиций, которые, может быть, нам чрезвычайно близки и дороги, но, однако же, очень не нравятся нашему Господу Богу. И что нам делать, друзья? Я считаю, что, как христианин, как священнослужитель, как проповедник, как, в конце концов, как архиепископ украинской реформаторской православной церкви, я считаю, что лучше все-таки, несмотря на «не хочу» или «хочу», несмотря «за» или «против» всевозможные наши всевозможные эти вот страхи, фобии, все-таки набраться смелости, набраться решимости, исследовать тем курсам, которые задал сам Господь наш Иисус Христос, идти тем курсам, которые задал сам Бог в Святом Писании, в Библии. И знаменитая Лютерова «Соло скриптура», «Только Писание», это даже не Лютерова, скажу так, это, в общем-то, повторение, это не выдумано было Лютером, это, в общем-то, звучало в истории христианства многократно, многократно, в устах многих отцов церкви, того же самого блаженного Августина, кстати, значит, Лютер Мартин был монахом в свое время Августинского ордена, до того, как он хлопнул дверь и вышел из монашества, женился, он был монахом именно Августинского ордена, поэтому в сочинениях Августина, думаю, он как раз и подчеркнул вот эту вот, как раз знаменитую свою мысль «Соло скриптура», «Только Писание». Да, и, в общем-то, и до, задолго до Августина, не Августин был автором этого изречения, залогу до него многие отцы церкви, Кипрян, Карфагенск, если не ошибаюсь, я еще повторял это, и Антиохийская школа богословия, если взять антиохийцев, Антиохийскую школу богословия, Иоанн Антиохийский, знаменитый председатель Третьего Вселенского собора, я имею в виду 26 июня 431 года, а не 22 июня Кириллова сборище. Так вот, и, конечно, очень интересно, что, когда мы рассуждаем о реформации, некоторые могут неправильно понять нас, и поэтому я просто хочу разобраться в терминах, и тех, кто, может быть, напуган словом «реформация», я хочу сказать, что, дорогие друзья, не переживайте, реформация – это возвращение к истокам. И еврейским словом, если назвать реформацию, что такое реформация – это покаяние. Потому как, знаете ли, слово «покаяние» Тшуа, значит, вообще проще сказать так, наверное, с еврейского языка, если на русский язык перевести слово «покаяние», то можно перевести его так именно, именно как «возвращение», возвращение к началу, возвращение именно к тому, от чего человек отошел, отпал, что он потерял, обнаружение вновь этого. И, конечно же, реформация, если взять великую реформацию 16-го столетия, то, что начиналось в 1517 году, это было не изобретение чего-то нового. Протестантизм – это не новое совершенно явление, это то, как бы, христианство, которое сам Христос, его апостолы первые столетия христиане практиковали, как бы, и знали, и верили. В общем-то, как бы, поэтому здесь ничего такого нового и нет. Поэтому я вынужден разочаровать многих, может быть, протестантских, может быть, прихожан церквей, или даже священнослужителей, которые думают что-то иначе, другое. Скажу, что протестантизм – это не деноминация, какая, допустим, протестантская, там, баптистская, или писякнижская, или какая-то еще там, лютеранская, кальвинистская, реформатская, англиканская, которая рассчитывает, там, сколько столетий. Протестантизм – это возвращение, как бы, христианству первоначального такого курса и возвращение к остокам. Я тоже могу назвать протестант, потому что, как бы, ревную о том, лютеровом знаменитом соло-скриптура, возвращение к Писанию. Кстати, в Русской Церкви Православной, насколько мне память сейчас не изменяет, это блаженной памяти, или уже он канонизирован в Русской Православной Церкви Московской Преорхата, Филарет Дроздов, московский святитель, епископ, он говорил такие слова еще в 19-м столетии своем, он говорил учащимся, будущим священнослужителям Православной Русской Церкви, следующие слова, что в православии сохраняются как истинные предания, так вот и ложные предания. И спрашивали его, владыка, ну как же нам отличить истинное предание от ложного предания? Ведь как, ну, как бы, от чего отталкиваться, будем договорить? И, знаете ли, митрополит Филарет Дроздов говорил следующее своим ученикам, что есть вернейшее прочесткое слово, есть Библия, и то предание, он подчеркивал, которое противоречит духу и буквы Писания, является ложным преданием. А то предание, которое не противоречит духу и буквы Писания, является истинным преданием. Поэтому надо держаться вот этого принципа, думаю. Сам Филарет Дроздов, он в том самом 19-м веке, он не имел возможности быть последовательным и начать даже небольшой пересмотр преданий многочисленных русской православной церкви. Церковь в то время не имела свободы, не имела независимости, церковь была под гнётом царского самодержавия, церковь была подконтрольна, цесарь Пописка такой подстилкой, многие видели её, и, в общем-то, по образу казармы определённой была устроена. И, конечно, дух свободы, дух святой, это то, как понимали, лидеры религиозные, политические в то время, в 19-м веке, в чём церковь меньше всего нуждалась. А церковь виделась как именно в руках сильных мир и сего, как идеологический работник государства. Свобода долгождана пришла только лишь в 1917-м году, когда ненавистное уже всему большинству, подавляющему большинству населения тогда царское самодержавие пало, и начался первый такой робкий опыт свободы, построения демократического государства. Это было в самом начале 1917-го года, так называемое временное правительство образовалось. Это был великий эксперимент. Люди попробовали жить в свободе, хотя это было очень, для России это было всё новинкой совершенно. У нас не было никогда ещё до того, такого нормального построения свободного общества, не считая, конечно, раннего периода, тех же самых Псков, тот же самый Новгород, допустим, такие очаги свободы, которые были потом беспощадно затоптаны, затравлены московскими царями самодержавными. Иваном Грозным тем же самым и другими. Их же очень много было. Так вот, друзья мои, и когда Временное правительство во главе с Александром Керенским в 1917-м году пришло к власти, то одно из первых, конечно же, распоряжений и таких исторических, так считай, деяний было как раз именно свобода для церкви и свобода совести для миллионов российских поданных. То, что Русь-Матушка ещё никогда в своей истории не видела и не слышала даже, по сути, религиозная свобода, свобода совести. Все те тысячи, десятки тысяч людей, которые были репрессированы, сидели в тюрьмах в Сибири по обвинению в религиозный, там, какой-то, не знаю, в экстремизм религиозный, или там, в чём их обвиняли, там, баптисты, писятники, молокани, духоборы, там, староверы, их было очень-очень много вообще, кого царское правительство ненавидело, и иерархии, традиционной православной церкви, многие священники, к сожалению, гнали, очень жестоко преследовали тогда. И, в общем-то, там, сотни, тысячи мучеников были в то время, христиане, которые хотели верить так, как они понимали из Писания, но им не давали в то время, да и в самой православной церкви, в общем-то, те же самые молокани, духоборы, баптисты тогдашние, там, евангельские христиане, это кто? Это вчерашние православные, которые просто читали, начали читать Библию, и хотели верить в Бога так, как Бог сам это всё говорит, а не так, как указали цари, там, князья, там, значит, там, и, значит, церковники. И, конечно, во время вот построения такого свободного общества, ну, мы знаем, что эксперимент такой, как бы не эксперимент, а, точнее, выражаясь именно, этот опыт не удался тогда, к сожалению. Чуть меньше года продолжалось время свободы для России тогда, и, в общем-то, без евангельского фундамента, без такого библейского обоснования свобода превратилась, ну, вывелась в очередную тиранию, потому что большевики захватили власть в конце, с того же 17-го года, и уже очень цепко, как пёс в горло, схватило всё это, значит, такие волки вышли, знаете ли, которые схватили за глотку народ, русские и другие народы, безбожные, бывшие этой царской самодержавной империи, и началось строительство, грандиозный эксперимент, вот, на самом деле, эксперимент, строительство просто ужасного, вот этого колосса, вот этого монстра, монстра СССР, что было названо впоследствии, значит, безбожный Советский Союз, который тогда формировался, зарождался, он просуществовал долгие годы, к сожалению, это обошлось и России, и другим странам, просто десятки миллионов жертв, знаете ли, этого эксперимента сатанинского, капище главного этого культа до сих пор ещё на Красной площади стоит, мавзолей Ленина, и, в общем-то, идолов полна сегодня вся Русь-матушка, ну, не считая, может быть, там, Западной Украины, где-то ещё там, в некоторых регионах, в Прибалтике, допустим, где многие эти истуканы пали, и, в общем-то, очень сложно, но постепенно проходит процесс освобождения от ленинизма, от сталинизма, от коммунизма, от фашизма, этих страшных, знаете ли, наследий нашего прошлого. Но, знаете, друзья, церковь, такие православные, вот в начале 20-го столетия, она получила уникальную возможность именно начать путь обновления, обновленчества, реформации, и, конечно, вот об истории обновленческого движения в СССР я, в общем-то, собираюсь говорить отдельно, особо, я собираюсь об этом говорить много, потому что, к сожалению, информационно очень часто, ну, невежественно, невежественно христиане даже, и тем более, если говорить про нехристиан, то, как правило, вообще информации почти никакой у обывателя нашего о том, что же такое было за явление в истории Русской Церкви Православной, обновленческое движение, почему я, как современный реформатор, обновленец, я часто себя называю так же обновленческим священнослужителем, почему, вот именно подчеркиваю, что мы не просто некое новое явление, мы должны учиться на ошибках наших предшественников, я, значит, также, значит, подчеркиваю, что приходят сообщения, кстати, я дал, значит, братьям возможность тоже мне писать, слава Богу, что некоторые уже отзываются, что посмотрели, правда, идет речь, я так понял, о прошлой программе, не о прямом эфире, а о первой, второй или третьей, наверное, программе записанной. Слава Богу, друзья! И, да, господа, дорогие братья и сестры, конечно, об обновленческом движении можно много говорить, были свои ошибки, были свои, ну, это было все новое, ведь тысячелетия, знаете ли, православного безбожия такого, знаете ли, не прошли даром, и очень сложно было искать истинный путь и жизнь, очень трудно было искать тысячам обманутых священников и миллионам обманутых православных христиан, тем более было начало как раз безбожной такой атеистической пропаганды, и очень многие разуверились, и священники в том числе, даже многие разуверились, потому что не имели возрождения, спасения, и, в общем-то, не имели евангельского такого, как бы, обоснования своей веры, фундамента своей веры. Кстати, в 22-м году, вот мы в этом году будем тоже отмечать этот юбилей, значит, Союз Евангельских Христиан, Всероссийский Союз Евангельских Христиан, он так назывался, сокращенно, всех, во главе, значит, или как под председательством, значит, Ивана Степановича Проханова, писал тогда письмо к православной церкви, именно затрагивая обновленческое движение, именно говоря, написав письмо именно не просто к православным христианам или священнослужителям, а именно к обновленцам обращаясь. И потом в «Котле России» в своей книге он вспоминает, что был резонанс некоторый, и некоторые люди отреагировали положительно, священники. Мы знаем из истории церкви тогда, что некоторые священники пошли именно проповедовать Евангелие, Слово Божье, возродились выше. Я думаю, некоторые из вас, наверное, слышали свидетельства об этих священниках или читали. Так вот, друзья мои, конечно, это было очень, довольно-таки, робко и скудно, потому что в покаянии, в возрождении нуждалось, ну, все духовенство фактически, невозрожденное, неспасенное, значит, но лишь единицы отреагировали положительно, подавляющее большинство вообще никак не отреагировало, некоторые отреагировали враждебно против этого письма. Официально, насколько я искал в архивах, интересовался, читал в разной литературе, официально так и не было ответа на это письмо. Это письмо стало, как вот, знаете ли, глаз вопиющего в пустыне, именно голос в пустыне. Оно осталось, к сожалению, неуслышанным, фактически. Некоторые услышали, некоторые пришли и послушали. Некоторые Ивана Степановича Проханова благодарили очень сильно, христиане православные, отдельные православные священники, очень сильно благодарили на Урале, в Сибири, в европейской части России. Начинали крестить взрослых людей, отказались от педобаптизма. Некоторые пошли еще дальше, значит, и вот Бердычевские, допустим, православные христиане, там, значит, киевские. Есть много очень интересных примеров на Волыне. Так вот, и, друзья мои, к сожалению, вот письмо осталось неотвеченным. Я хотел бы даже посвятить этому отдельную программу, даже не одну, наверное, программу, в дальнейшем, уже в будущем, этому письму, разбор этого письма и ответу на это письмо. В общем-то, есть желание снять вообще отдельную даже программу, посвященную как раз вот, как бы, юбилею тому, 90-летию написания этого письма. Потому как я считаю, что уже бессмысленно ждать уже кого-то из иерархов. Патриарх Кирилл, московский нынешний патриарх, я сомневаюсь, что он даже вообще, как бы, отзовется на этот призыв. Хотя, думаю, есть смысл снова написать письмо. Но, как бы, к сожалению, церковная политика, политиканство, оно не дает религиозным лидерам поднять головы к небесам очень часто. И, знаете ли, друзья, надо кому-то отвечать. И кому, как не нам, обновленцам, я думаю, 21-го столетия, после 90 лет вот такого неотвеченного, знаете ли, письма, значит, ответить сегодня, сейчас. Потому как, даже больше скажу, вот, наверное, сегодня как раз время более благоприятное. Потому что тогда очень мало кто из обновленческих священнослужителей вообще решался на какую-то такую глубокую реформу, на серьезную вероучительную реформацию. Хотя об этом говорилось, конечно же, и в том же 22-м году в воззвании «Живая церковь» говорилось об этом. Говорилось об этом и, значит, свидетелем Александром Веденским в 23-м году, в 24-м, в 25-м году. Также говорилось неоднократно, но фактически все осталось на... ну, молчанием. Молчанием отделались. А почему? Я думаю, что потому как в письме в том Иван Степанович Проханов и Всероссийский Союз Ивановича Христиан по сути предлагал православной церкви, обновленческой и вообще православной церкви пойти путем именно радикальных реформ вероучительных и стать действительно православной, не кривославной, а православной церковью. Отказаться от того же самокульта мертвых, от молитв за упокой, от которых мертвым, конечно же, ничего, но оживым-то оккультные лишние эти проблемы, а в целом церкви, конечно же, лишнее это религиозное оккультное бремя. Там предлагалось отказаться от педобаптизма, этого позорного наследия, значит, знаете ли, Цезаря Папизма. Значит, от педобаптизма, имею в виду крещение младенцев, крещение малолетних и вообще насильственное крещение, которое не имеет никакого смысла. И, в общем-то, предлагалось отказаться от поклонения иконам, крестам, чтобы церковь православная очистилась и стала на библейские позиции. Сегодня мы, обновленцы 21-го столетия, внедряем эти реформы и идем этим курсом как раз то, что Проханов и братья тогда в Петрограде предлагали православной церкви и на что не решались тогда отцы, многие православные, хотя некоторые и понимали прекрасно, как Грановский Антонин, допустим, московский архиепископ, были те, кто понимал, что нужна эта реформа большая, но не решались. В общем-то, как тот же самый Венинский говорил тогда, в 22-м году и в 23-м году он говорил, что вся беда у нас в том, говорит, что большинство наших священников живет по принципу. До нас положено или же оно во веки веков. Конечно, это печально, что вот так все осталось неотвеченным, но Господь давал нам шанс. И Он сейчас дает шанс прекрасный. Я думаю, что многие священники, такие никодимы, которые сегодня присматриваются к движению обновленческому, к реформаторскому движению, сегодня все-таки примут правильное решение и встанут в ряды обновленцев 21-го столетия. И на самом деле не мертвое служение, но новое служение, живое служение, христианское служение будут нести Богу. Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я вас всех благоставляю во имя Иисуса Христа. В субботу, я думаю, что будет у нас в эфире отец Олег Плаксин, потому как и технически, и у него интернет, и возможность есть вообще быть на связи. Вы можете обратиться к нему. Я повторяю, что на сайте Украинской реформаторской православной церкви есть координаты наших священников. Вы можете позвонить также Марине Ивановой, это диакониса Киевской церкви Христа Спасителя. Вы можете позвонить, значит, код Украины плюс 3-8. Далее, сам телефон 096-976-96-23. Я повторяю, 096-976-96-23. А также, значит, кому еще? Ну, в общем-то, у нас есть здесь священники, но не все у нас адреса и координаты, к сожалению. Вот, вы можете позвонить отцу Алексею. Отец Алексей Порошак, он благочинный у нас в Киеве, поэтому я думаю, он как раз будет рад ответить на ваши вопросы. Это телефон также в Украине, код Украины плюс 3-8, если вы звоните из-за границы. Значит, а с Украины можно звонить прямо сразу 067-067-323-3121. Легко запомнить этот номер. Отец Алексей Порошак. Я повторяю, 067-323-3121. Вот, в общем-то, пока и все. В Украине я буду эти дни, и я думаю, что Господь позволит нам быть на связи, и вместе будем делать одну Божью работу. Дорогие друзья, я, в общем-то, вынужден сейчас отключиться по техническим причинам некоторым, да и, в общем-то, пора уже, потому что пора уже на поезд. Я уезжаю прямо сейчас, уезжаю поездом. Пусть Бог благоставит вас, дорогие друзья. Во имя Иисуса Христа я благоставляю вас всех, возлюбленные, благоставляю благоставением Аароновым. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа, во имя Господа Бога нашего и Спасителя. И запомните, друзья, что ни в ком он у меня спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Аминь. До связи. На земле и на земле.